Считается, даже если вы использовали какой-то рекорд, там, «Селенья Бибеля» Ну, то есть, базовое понятие уже есть Окей, мы еще подождем чуть-чуть, потому что люди подходят Рангензатор его просили Так что, если кто-то программирует уйти 8, может даже не получиться 8.5 8.5 Можете по ходу придумывать вопросы По ходу моей презентации Кто задаст самый прикольный вопрос, получит приз Я так понял Да, нельзя показывать Короче, крутой приз получат Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы Сейчас, по парню, по парню, если что По ходу моей презентации Чтобы по полной саду Подоза я не знаю aan, что не называют На улице Это можно На улице Уберите Уберите Без тебя Да Без тебя Без тебя Без тебя Без тебя Продолжение следует... 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 Мы уже работаем в IT-сфере, работаем инженером по обеспечению качества. Я думаю, какие-то базовые навыки у нас есть, и мы знаем, как писать тесты. Следующим таким камнем в нашем фундаменте является программирование. Что нужно знать из программирования? Из программирования надо знать хотя бы любой язык программирования. Опять же, не зависит от того, как вы любите писать на Java, на C-Sharp или на Python. Возьмите один язык, разберитесь в нем хорошо. Дальше будет сладкий, что именно надо знать из этого программирования. И смело беритесь за автоматизацию. Почему это важно? Вот у меня из личного опыта. Даже пройдя какие-то курсы в интернете, посмотрите кучу видео про сиреню, веб-деральную, как это все работает, как писать. Дядя рассказывает, создайте класс, создайте его экземпляр, потом увидите кучу методов и работайте с этим экземпляром, и у вас все классно получится. То есть, смотря на это без понятия программирования, ты просто повторяешь все, что он делает, а если тебе надо что-то изменить и выйти за рамки того, что он показывал, ты уже не понимаешь. Потом много слышал, когда еще программирование писал, что надо разделять логику, надо вносить локаторы в отдельные классы, надо писать для каждой странички свой бэдж-обжект. То есть, мне ничего это не говорило. То есть, язык программирования – это ваш основной камень в вашем будущем автоматизации. Надо также понимать ОБ. ОБ надо понимать, что тесты делать поддерживаемыми, лаконичными, короткими, чтобы маленьким количеством кода вы могли написать как можно больше тестов. Чем меньше кода, чем легче его поддерживать. И надо знать паттерны разработки. То есть, не надо изобретать велосипед, его уже кто-то изобрел, просто надо взять и применить его. Ну и, понятное дело, ИСКИ. С ИСКИ, наверное, все сталкиваются в своей работе. Следующий камень – это инструменты начинающего автоматизатора. Наверное, все слушали о нашем фрагментах Селениуме. Девушка постоянно фотографирует что-то. Будет презентация в конце. Все будет у вас точно так. Потом инструменты для нахождения элементов на странице в браузере. Есть такие элементы, как Firepack. Наверное, вы даже пользовались для тестирования. Firepass. Firepass находит… То есть, у каждого элемента на страничке есть свой идентификатор. Это либо ID, либо класс. Это такие простые. Потом у нас есть следующий инструмент – Restoshoot. Это уже инструмент для тестирования сервиса, тестирования backend. Тоже мы его рассмотрим. Ну и XUnit в примерке, который помогает запускать тесты в нужном количестве покрывать классы эквивалентности, покрывать различные значения. Ну и сборщики проекта. Расскажу дальше, подробнее. Окей, вернемся к изучению языков программирования. То есть, чтобы научиться какому-то языку программирования, надо прочитать там 20 книжек, как это может показаться с самого начала. Достаточно зайти на любой веб-ресурс из этих приведенных, тут я привел такие самые известные веб-ресурсов, сайт, я на нем смотрел, и США смотрел, и Java, и по Сиреневу даже там курсы есть. Код экономии мне ребята подсказали, но я на ней не пользовался. Java в 70 лет, это такая игра по Java, где вы проходите уровень за уровнем, там построена на футураме, да, на футураме. Вот. То есть, довольно забавно и лучше, чем там набивать какой-то лебел в игре там ВКонтакте или в Фейсбуке, а попробовать набить лебел прохождение Java, скажем так. Плюс рекомендую каналы на Ютубе. На Ютубе есть такой канал Java для тестировщиков, то есть там Юрий Ткач, это, я не знаю, по-моему, в Иване были эти курсы, он рассказывает доходче нам на примерах, именно для тестировщиков, как писать тесты на Java. Все со мной понятны. И Харьков этих курсов, это курсы Ивана Головача, может вы тоже слышали о таком жалейство Альгарске, тоже классное, выложено много видео, вот посмотрите. То есть, выбрали, например, JavaRush, прошли там два уровня, посмотрели видео от Кача и от Головача, все закрепили и на следующий уровень. Что нужно знать для того, чтобы хотя бы начать писать свой стабильный фреймверк? Надо знать типы данных, коллекции, циклы и условия и ООП. То есть это не так уж ино. Всего 4 пункта. Коллекции, может, вы сталкивались с таким понятием, как массивы, а коллекция это более расширенный такой фреймверк, то есть у массивов есть там меньше методов, а коллекция, массивы работают с примитивными типами, но есть такие вот примитивные типы, как там. Inuit, char, это примитивные типы. Есть у нас непримитивные типы, таких, как string, integer, любой созданный тип, вот с ними работают коллекции. ns3, map, то есть ничего сложного. Дальше нам надо SQL. С SQL-ем сталкивались, хороший ресурс SQL-ex.ru, всем рекомендую, тоже заходите, там есть задачка, есть правка, как решить эту задачу, и формочка, куда вы можете ввести свой SQL-запрос. Ввели, оно вам отобразило, то есть если вы дорешаете там до 10-го, 15-го левела в этой, на этом сайте задачки, вы будете знать хорошо SQL. Ну, это я вам говорил. То есть надо знать простые запросы select, update, insert, repeat, ну и уметь манипулировать этими запросами с несколькими табличками, то есть использовать еще job в своем обиходе. все крат-запросы можно покрыть буквально десятью упражнениями на этом сайте. То есть там есть табличка написана, например, там магазин, магазин предоставляет там типы товаров, компьютеры, ноутбуки, какие-то планшеты еще, это вам надо в пример задания вывести планшеты, которые стоят там больше 100 долларов. Решили, прошли на следующий уровень, а так сложнее и сложнее банка станет. Очень крутой ресурс, бесплатный. Вот мы и добрались до первого инструмента, Selenium. Этот инструмент, как бы не бренд Selenium, содержит в себе нескольких маленьких инструментов, как Selenium и Degen, Selenium и Dreader. И также, чтобы уметь работать с этими инструментами и уметь работать с веб-страничками, то есть взаимодействовать с элементами, выполнять какие-то действия, надо уметь находить эти элементы на странице. Для этого нам надо знать селекторы этих элементов, или так называемые локапы. Мы для этого тоже рассмотрим инструмент. Плюс надо знать о ожиданиях. То есть, если бы, например, записывали Selenium и Dreader какой-то сценарий, он обрывался, потому что там страница нагрузилась больше. Там не 3 секунды, как первый раз, а 5. И надо знать Page Object Pad. Дальше расскажу, что это такое. Вот. Что такое селение в Dreader? Для того, чтобы не попользоваться и записать свой первый автоматизированный скрипт, достаточно иметь браузер на силу от Firefox, зайти в аддоксы, то есть, как это называется, приложение, и просто вести Selenium и Dreader. У вас появится в правом верхнем углу там кнопочка для записи этих тестов, вылезет такое вот меню, где вы нажмёте кнопочку записать, проклачиваете свой сценарий на страничке, и у вас сразу запишется ртовый тестовый сценарий, который вы сможете потом воспроизводить. Также можно этот тестовый сценарий, есть на вкладочке Edit или Actions перевести в любой из языков программирования, то есть там поддерживается Java, C-Sharp, Python, по-моему, тоже можно посмотреть, как этот инструмент пишет код сам. Ещё я буду этот инструмент использовать для нахождения селекторов в первое время, то есть элементов на страничке. Вы, наверное, видите, там вот есть вкладочка Target, и на ней видно, вот, LinkVos, ID Title, то есть это те селекторы, которые для этих элементов. То есть если вы сразу не можете найти этот селектор, записали простой сценарий, вы увидели сразу эти селекторы. Вот, нахождение локаторов написано. Второй вопрос такой, говорят о селениуме EVI, он плохой, у него получаются нестабильные тесты, все так говорят. Ну, пока вы сами не попробуете, не запишите, вы не поймёте, почему они плохие. То есть попробуйте, позаписывайте, вы тоже заткнётесь через этот камень и начнёте писать хорошие тесты, используя селениум веб-драйвер. Что такое селениум веб-драйвер? То есть сначала был селениум RC, его предшественником, то есть был какой-то селениум сервер, который принимал команды, написанные нами на эти депрограммирование, и потом их интерпретировал для браузера, и браузер уже выполнял. Потом ребята как бы пришли к такому выводу, что они написали нам для каждого браузера свой веб-драйвер. И они написали свой веб-драйвер для Хрома, свой веб-драйвер для Мозилы, свой веб-драйвер для iOS Android, а для всех широко использованных браузеров. То есть мы пишем свой код и говорим в коде «Запускай наши тесты на Хроме». Они запустились на Хроме. Запускай наши тесты на Мозиле. Они запустились на Мозиле. То есть таким образом мы можем писать уже кросс-браузерные тесты. С одинаковым кодом мы будем запускать тесты на разных браузерах. Будем писать поддерживаемые тесты. В чем они поддерживают? Потому что каждый драйвер сделан таким образом, что он общается с браузером уже на равном языке. Даже я знаю, что они пишут на своем сайте и в докладах рассказывают, что перед выходом каждой новой версии браузера производитель драйвера, производитель браузера должен помочь им сделать новый веб-драйвер. И даже браузер ответственный за новый веб-драйвер для новой версии. Следующий у нас именно локатор. Как работать с локаторами и как их находить. Первым делом надо отметить то, что есть простые локаторы и сложные. Простые — это когда мы обращаемся, находим именем, у него есть свой ID, то есть какой-то идентификатор, номер. У него есть какое-то имя тоже уникальное, мы можем по нему найти. Можем найти по имени класса. Как делается на проектах, можно договориться с программистами и сказать «Ребята, вот на все кнопки, которые интерактивные на страничке я нажимаю, или там дракдауны, все именты, с которыми я работаю, пожалуйста, сгенерите мне, например, айтишники для сети, и я буду использовать их своих тестов». То есть мы работали на одном проекте, мы одна команда, наша главная цель качества, договорились и используем простые локаторы. Если же локаторы тяжело как-то выделить, или эти простые локаторы, как IP-класс, и они не уникальны, нам надо использовать такие инструменты, как xpass, css и jQuery. То есть как писать такие локаторы простые и сложные, вы можете посмотреть на этом видео презентации, оно идет где-то час или полтора, это был такой вебинар, где Михаил Вальяуша рассказывал, как писать эти локаторы правильно, быстро, показывая это снова xpass, еще там есть язык season, то есть откройте, посмотрите. Следующий у нас page object pattern. Что это такое? Раньше писали, брали тест, находили какой-то локатор, вставляли в тест, где-то элементы, поэтому локатор нажимали, например, на эту кнопочку, и что-то делали в тест. Потом писали второй тест, использовали тот же локатор, третий, четвертый, пятый написали, например, 100 тестов разных. Теперь что-то поменялось, или удалили эту кнопочку, или переименовали, вам надо убрать его с теста. Вам приходится лезть и в IP-класс исправлять тот тест. После этого решили, как сделать. А давайте хранить логику и все действия, и все элементы на страничке в отдельном классе. То есть есть у нас класс, и он описывает сам себя. На нем есть какие-то элементы и действия с этими элементами. Например, нажать на кнопку login, будет один локатор login pattern, и будет метод click login pattern. То есть таким способом, если поменяется эта кнопочка, мы поправим в одном месте, и получим, что наши 100 тестов, которые использовали этот метод в login pattern, будут работать правильно. Тоже у нас на этом слайде есть видео, в котором тоже вебинар. Рассказывается, что такое page object pattern, как с ним работать, там лучшие практики. Тоже все интересно, можете посмотреть. Даже надо посмотреть. Кстати, я готовлюсь к этой презентации. Захожу и рублю такой page object pattern здесь. И попадаю на один сайт, и там пишет человек, Алексей Булат, мы уже слышали, по testing.ru есть такой сайт для тестирования со всеми классными штуками. И статья 2010 года, и там написано, как раз по page object pattern написано, первый раз о page object pattern я узнал пять лет назад. То есть, представляете, еще в 2005 году придумали этот подход, что надо выделять логику одной странички в отдельный класс. И я такой думаю, ого, уже люди, да-да, так делают, что я знаю, когда тестируют. Мы обсудили инструменты, которые нужны для тестирования UI, User Interface. Инструмент, который я предлагаю для тестирования веб-сервисов, Restoshoot. Что это такое? То есть, это такая библиотека, в которой добавляется проект, и она умеет работать с веб-сервисами. Она поддерживает все, наверное, все методы, которые есть у HTTP-протокола. То есть, знаете, у HTTP-протокола есть методы post, get, можно получить, отправить что-то на сервер. Вот, с помощью этой простой библиотеки, буквально три строчечки, там, пишутся любые запросы. То есть, там есть метод, логин с такими фиртеншилами там на сервер, и, например, там, get, надо достать какой-то JSON или CMS с какими-то данными. И оно сразу возвращает. И мы можем сразу с помощью этой библиотеки парсить этот ответ. Например, запрашиваем какой-то документ, в котором хранится там школа, есть года обучения и количество классов. И можно сразу там получить одиннадцатый класс, указать по значению ключу. Ну, если вы знаете, что такое JSON или XML. То есть, в JSON есть значение, есть ключ какой-то, есть значение. И мы по ключу можем получать. То есть, очень хороший инструмент для тестирования веб-серверсов. И вболитировать, что при наших запросах получаем правильный ответ. Тоже есть ниночка. Зайдите, посмотрите. Больше много видео. Очень хороший инструмент. Следующий инструмент или такое добавление к нашим тестам – это XUnit Framework. XUnit Framework используется для запуска наших тестов в разных комбинациях. И также можно вынести какую-то логику, часто повторяемую. Разбитый тест на, например, у нас есть в тесте предварительные условия. Например, у меня есть сайт, и мне надо протестировать каких-то бэк-тестов. И в каждом тесте мне надо открывать браузер. Так вот, эти XUnit Framework, они позволяют вынести какую-то тест-разбит на несколько частей. Например, before-test. Я буду открывать браузер, потом у меня будет метод, который будет называться тест. Он будет тестировать, тестировать, тестировать и есть after. После этого, как бы, при окончании последнего теста браузер просто закрывается. То есть не каждый раз на них открывать браузер и логиниться, а делать это только первый раз, например, в наборе тестов. Плюс можно запускать тесты с разными данными. Есть так называемые Data Provider в этих XUnit Framework. Например, нам надо протестить более, там, возраста и минимальный возраст для нашего приложения, например, 18 лет. Максимальный, позволяя, там, 99 лет есть. То есть мы можем запустить один и тот же тест с некоторыми входными данными. То есть тем же покрыть классы эквивалентности и граничные значения. Но это будет один тест, он просто параллельно запустится с разными комбинациями и быстро обработается. Эти XMS Framework есть для Java, JUnit, Test, NG, для Cypress Plus есть CDP Unit, для C-Sharp NUnit и так далее. То есть для всех таких, скажем, главных языков программирования или на более распространенных эти Framework есть. Также надо знать хотя бы слова «поработать с сборщиком проектов». Сборщик проектов – это такая штука. Для Java, например, есть Marvel и Ant. Не знаю, какие есть там для других языков программирования. То есть мы говорим, что в нашем проекте будут использоваться следующие библиотеки. Selenium версии 2.45, потом JUnit версии 4.12, там Proxy версии 1.05, к примеру. Мы знаем, что эти инструменты между собой все друг друга поддерживают. То есть этим инструментом мы можем указывать те зависимости, которые нам нужны в нашем проекте. Также мы можем указывать версии, которые мы используем в нашем проекте. Потому что часто так бывает, когда ходит, например, новая версия браузера, а у нас старый WebDriver используется в проекте. И тесты падают. Или наоборот, у нас более новый WebDriver, а браузер мы не обновили еще где-то там на удаленных машинах или у себя. Тоже тесты падают. То есть этим сборщиком проекта мы как бы регулируем, что все библиотеки между собой будут правильно работать. Ну и следующий такой слайдик – это литература. Есть у нас прекрасная статья на того сайте про карьеру в должности Automation.ua. То есть можете зайти и посмотреть, что делает Automation.ua, какие его иные обязанности. То есть классно написано, каким образом собиралась эта информация. Разослали всем Automation.ua, кто зарегистрировался на сайте. Куча вопросов там, что вы делаете, какие ваши основные обязанности, что вам нравится, что не нравится в нашей работе. Можете зайти и посмотреть. То есть это собрано с отзыва. И также указаны ссылочки на сайте, который я рекомендую. Книжка по селению. Прикольная, написана на русском языке, все прочего понятно. И последняя ссылочка – вопросы на собеседование. То есть там парень на хабре пришел и пишет. Открывается как-то собеседование на Automation.ua и нигде нет вопросов. Напишу понятно, что надо знать для получения этой вакансии или должности. То есть там, в принципе, те же самые инструменты, те же самые знания, которые я вам показал на этой презентации. Из личного опыта. Как я начинал использовать Google Trader и написал свои первые тексты. Ну, первое было это, когда мы, наверное, все сидели в сетке. Было, помните, Hub DC. Были какие-то порталы, где все общались. Вот. Посмотрелись мы как-то с админом. И мы с другом записали сразу скриптик населения Меделепа с простой кодом, который заходил на сайт. Писал огромный текст. То есть новость, решал добавить новость. И, короче, там запустили это с двух компьютеров и за два часа мы успешно положили ему сайт. То есть это такие первые шаги в автоматизации. Что еще было прикольно? Человек мамал голову. Тоже мы сидели. Уставили. Уставали еще тест на селении Меделепа. Население Меделепа уже. Посмотрели курсы. И тут такая метривальная задача. Надо залогиниться в свой контакт. Перейти на вкладочку «Музыка». И запустить там какую-то песню. И вы знаете, когда выключаешь этот тест, он доходит до музыки и падает. Падает, падает. И ты уже пишешь там полчаса этот тест, еще не получаешь. И тут ты такой запускаешь, хоп, и заиграла музыка. И ты такой как победитель сидишь. Вот это так с личного обыдя. Так что, как я уже говорил, главное понять всем, что тестирование, автоматизирование, они очень плотно связаны. И автоматизация – это прежде тот инструмент, который приходит на помощь в нашем нелегком турбе, скажем так, обеспечении качества. То есть, учитесь автоматизировать, автоматизируйте свои любимые таски, увеличайте свою работу, улучайте свой продукт. Спасибо. Ну и, собственно, вопросы и классный приз. Сейчас девушка первое поняла. — И поэт, как можно было на снот-снот-снот-снот-снот. Что-что? — Поэт, как можно было на снот-снот-снот-снот-снот-снот-снот-снот-снот. Вопросы, на каких проектах мы используем автоматизирование, тассируем? Ну, у меня веб-проект. Используем мы Selenium, используем Restoshoot, используем еще там Proxy, BrowseverMock, то есть на таком проекте, на веб-проекте. Кто там ходил? Стал бы интересный вопрос, сколько было отображений? Была одна ошибка точно. Вопрос, сколько было графических ошибок? Была ошибка на слайде с Selenium и Диале? Была ошибка? Можно, да, и ставь. Три. Видите, тут написано «трансфер», язык программирования, не «трансфер». Окей. Вы можете писать сразу «автомейшн», без своего ключевого словения «автомейшн». И словами, вы согласны? Ну, тут у меня, как бы, доклад не был на «автомейшн», на «автомейшн», в языке. А можно ли ставить сразу «автомейшн»? Конечно, можно. Я же сказал, вот есть три, в основании три квадни, так скажем, если вы будете знать хорошо. Тестирование, основу тестирования, какое-то языковое программирование, и умеет работать с инструментами для автоматизации, почти нет. Дайте несколько советов, как писать лаконичные тесты и используйте вы в своей работе такой «врабер», как Selenium. Ну, писать лаконичные тесты, я уже говорил, использовать, к примеру, тот же самый «пайджорджик паттер», то есть можно еще использовать такую прослойку, как «steps», есть, например, «пайджорджик паттерн», в котором есть «пайджорджик», есть «steps» и есть «story». То есть мы пишем, описываем логику на страничке, потом мы пишем какие-то шаги, у нас есть класс, который описывает шаги, например, «логин», нажать на кнопку «продолжить», перейти на какую-то страницу, и эти множество методов мы потом используем в нашем тесте. Тест у нас звучит, как уже как псевдо-язык, на нем написано. Войти на сайт, добавить товар в корзину, проверить, там, количество товара, добавленное в корзину. То есть уже такой более понятный язык. По поводу Selenium смотрел, но не по поводу. Сейчас я вам это подержу. Ну так и так. У нас определились продукты для своего приложения, а для мобильных приложений, какие будут доступны? Ну, для мобильных приложений, если именно тестирование нативных приложений, то есть такая штука, как Apium, есть Cylindroid, они построены на базе Selenium. То есть, как бы, есть свой драйдер для Selenium. Смотрите, чем отличаются приложения, в принципе, от той же самой веб-странички. На веб-страничке есть какие-то элементы, у которых есть свои локаторы. Точно так есть и приложения. У приложения есть форма, и на форме есть тоже какие-то плода всего. То есть, точно так находятся эти элементы, и потом пишется тест, который нажимает по этим кнопочкам и проявляет ожидаемый результат. Apium, Cylindroid. Гуглите. Сейчас, парень в синей, не в севере. А используете многоподолженные запросы тестов, а потом в день июня кто-то не поддерживает? Все зависит от раннера, который вы запускаете в тесты. Есть там параметрайз раннера, он запускает в параллели. Ну и плюс можно добавить через маму запускать еще тесты в параллели. Девушка. В среднем, сколько процентов всего проекта у вас занимает качество? В том смысле, сколько вы можете открыть автоматически в среднем? Так, сейчас покажу. Я не знаю, как пролетел, попустим. Сейчас, секунду. Или я не сохраню? Какую последнюю правку делал? Сейчас, секунду. Давай. Смотрите. Есть такая штука, как пирамида автотестирования. Слышали, наверное? Т.е. что он собой представляет? Это такой треугольник. На нижнем уровне у нас есть юнитесты. Потом у нас есть интеграционные тесты. Потом у нас есть системные. И в самом последнем идет автоматизация. И вверху такая тучка. Это ручной тестирование. Это называется пирамида тестирования. Вот. Так вот. Примерность по best practices 70-80% тестов должно быть написано на самом нижнем уровне. Потом 10-15% на среднем. И примерно 5-10 тестов должно быть написано именно в GUI уровне. График юзер интерфейс. Сколько у нас тестов написано на проекте? Или что вы хотите вызвать? Ну, не знаю. Смотрите. Это я вам рассказал про идеальную картину. На самом деле на всех проектах встречается эта пирамида перевернутая в реальной жизни. Получается, что юнитестами совсем чуть-чуть покрыты итерационными чуть-чуть. И все хотят получить в себе стилейный фреймбар, который покроет все полностью комбинации. Ну, например, банальный пример. Вы заходите на страничку, и у вас есть такой дробдаун, выпадающий список на каком-то там на пятом шаге, где-то там кем вы работаете там. Инженер, домохозяйка, учитель, безработный, военнослужащий, вот. И все хотят покрыть, надо пройти тест с этими пятью значениями с дробдауном. То есть это неправильный подход тестировать. Надо тестировать с каким-то одним удобным значением этот тест а вот это пять значений покрывать на простом юнит-тесте, на маленьком, коротком, который будет проверять. Вот в этом программе есть пять значений каких-то видов. Это будет написано на тесте на стороне программы, как анал какой-то список. Все, вот. Может? Из того, что нет автопатизированных тестов, то что в районе уже пошло, соотношение на что аксессирование на автоматизирование? Скажи так, автоматизированными тестами надо покрывать бизнес-флогингу, бизнес-сценарии, который делает пользователь на странице. То есть если у нас, например, там, какой-то игровой экспортформа, которая, там, покупаем мы товары на сайте, нам надо покрыть главный флоу юзера. То есть зайти на страничку, выбрать товар, добавить его в корзину, нажать кнопку «Чекабо», чтобы он отправится, и потом еще сделать запрос в базу данных, и посмотреть, что этот товар сохранится. Все. То есть какие-то основные, такие, самые критические тесты. Ну, дальше есть уже разделение на smoke-тесты, smoke-suite, regression-suite, то есть smoke мы добавляем без критических функционал, regression мы добавляем и все. Смотрите, у нас презентация тема автоматизированной системы как начали. Рынок сформировался таким образом, что, как бы мир сформировался таким образом, что у нас сейчас клиент серверные приложения захватили мир. То есть у нас есть клиенты, которые могут выступать в различные браузеры, различные таблеты, телефоны, есть сервер, на котором обрабатывается эта лодка. Для тестирования веб-клиента, для тестирования телефона самый распространенный инструмент – это серия. Для тестирования веб-экэнда я предлагаю растушу. Плюсы. очень много информации, легкие в изучении, используются там в многих проектах. То есть, пароль вождения есть и можно найти по нему какую работу. Код для UI слышал о таком, ну, во-первых, он написан на C-шарпе, то есть надо уже, если вы выбираете, то вы сможете писать именно только на C-шарпе. Во-вторых, он тестирует тестованные приложения, да, по форме. ну, слышал о таком, но не могу чувствовать. А как вы тестируете свои тесты? Не понял вопроса, как вы тестируете? Если у вас тест не упал, вы спокойно спите, или у вас есть червячок, который говорит, может быть, я что-то ошибся в тестах? Человеческий фактор Ну, человеческий фактор он всегда есть, но, как бы, есть такая штука, как коллеги, есть такой процесс, как код ревью, есть такая штука, как, там, плавный тестировщик, может, какой-то Qo-менеджер написал код, прошел код ревью, посмотрел, ну, типа, если пользоваться техниками тест-дизайна, какие могут быть вопросы? Ну, есть такие два вида ожидания, это явные ожидания и неявные ожидания. То есть, явные ожидания, мы говорим же, жди 20 секунд время на страничке, в зависимости от того, появится кнопочка раньше или позже. То есть, можно его зайти. Это плохой код. Как бы, код. плохая манера ожидания. Есть, как бы, неявные. В инструменте Selenium есть такая штука, как, там есть разные condition, то есть условия, когда мы ждем. И мы говорим там, браузер, жди, пока появится этот элемент, там, 30 секунд пишет. И он с каким-то тайм-аутом, мы можем с этим, например, каждые 2 секунды проверяет, дергает, типа, браузер и не смотрит, есть этот элемент или нет. Дернул, ждет. Дернул, ждет. Дернул, ждет. Пойдется через 5 секунд. Хоу нажал, пошел дальше. То есть, есть различные подходы к этому. Есть специальный, например, Selenium, в нем уже это все с коробки идет. То есть, там, вы используете этот пример, там уже само есть неявные ожидания, например, 30 секунд вы ждете за каждый элемент. Это можно увеличивать. То есть, есть condition, появился элемент, элемент visible, элемент clickable, в том числе Окей. Слушай, хотелось бы спросить, как вы оцениваете рынок суда, где без гроши сидят более востребованные, почему? Мануалы или те, которые знают на плану царства? Смотрите, все хотят универсального солдата. Вот, и хотят, чтобы он и руками все тестировал, дописал тест-кейсы, тест-планы, разговаривал, как минимум на трех иностранных языках, еще при этом все автоматизировал. То есть, ну, это первое. Второе, все зависит от проекта. На одном проекте нужны только мануальщики там за них готовы платить, может заказчики, где-то нужны только автоматизаторы. Я скажу только одно. Если в вашем арсенале будет какой-то язык программирования какой-то инструмент, то ваши шансы найти работу улучшаются. И вы также спросили, если вы работаете на таком проекте, который, допустим, ну, скажем, аппликация показывается на каком-то году, падает, или там есть основные проблемы стоят, и вообще на изучение автоматизации. Если она еще стабильно, скажем, не работает, что можно подобрать? Смотрите, я придерживаюсь такого опорта, кто попал найти, как бы, был будопечный. Встретил я человека в Ситане, и они закончили только университет, они экономисты, и он говорит, вот я закончил, вот мы сейчас сделаем свой ГПЕ, когда они ездят по миру один год, и думают, кем они хотят стать. вот он говорит, он экономист, а я говорю, а ты кто? Я говорю, ну, мы программисты типа. Он говорит, ой, ребята, я вам не завидую, вам все время надо учиться, новые технологии, то есть, вы попали сюда, вы хотите быть все время востребованным, высоко уплачиваем, вам все время придется учиться. то есть, сейчас вам не надо на этом проекте, через год вам понадобится. А если вы это выучите сейчас, то развиваться. Мое главное изменение это развиваться, улучшать себя, и вы найдете себе, может, проект с лучшими программистами, с лучшим уровнем обеспечения качества и отношения к этому заказчику. Вы знаете, можно куда угодно перейти, где-то, а? Мне пока два секунда не понравится красиво. Конечно, как будет хороший. Все зависит от цели, и то, что он и то, что он нравится, ну, хочется вам больше программирования, идите сразу у программиста. Все зависит от человека. Вопросы? Да. У меня очень много информации о сфере такого, что есть какие-то вопросы. Но мне интересует именно тестовый тестовый. Это тестовый тестовый это какая-то какая-то программка на какую-то ревантуру. Ага. Почему это сразу? Ну, потому что в моей практике это не встречалось, и я научился с рынок, и, наверное, 90% это веб-сервные приложения, которые работают, ну, и в браузерах. Ну, есть разные. Во-первых, вот мы затронули UI Automation, там есть такой язык, то есть он тестирует. То есть вы поговорите со своими программистами и, ну, похудите в этом направлении, в конце концов? Не, я не могу сказать. Не могу рассказать. Ну, договориться с организаторами вам дело. Девушка. Ну, тут же опять зависит от вас и от проекта. Если на проекте надо несколько языков, надо вам несколько знать. Ну, в видеолайде надо знать много языков. В гугле надо, там, пишут три языка. Ну, там надо Python, Java и какие-то еще скриптовые языки, я не знаю, точно. Ну, Ruby может быть. Насколько язык программирования, который используется на проекте, влияет на выбор языка программирования для автотестов? Ну, если весь проект на Java... Я понял. Хорошая практика писать автотесты на том языке, на котором пишется основной продукт. Потому что можно спросить у программистов какие-то нитривиадные задачи, которые они смогут вам помочь, решить. Они, как бы, может они не знают, как писать автотест, но не знают, как писать на Java. Могут поревьюить ваш код, сделать его более лаконичным, рассказать какие-то паттерны, то есть это лучшие практики, как писать, как разделять, в каких классах хранить. Кто-то там, а потом сюда. Есть там кто-то? Наверное. Сейчас, подождите, сюда. и подождите. И подождите. 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 Окей. Вопрос про поддержку, и то, что очень много времени уходит на поддержку автотестов. То есть, юай-тесты, они в руки и падают. Ну, первая хорошая новость, если очень много времени там уходит на поддержку, то ваш продукт не стоит на месте, продукт развивается. То есть, и вам будет работать, что поддерживать. Это плюс. второе, да, написать те тесты, там, как можно более лаконично использовать тот же пейджи, уже паттерн. Для начала, хотя бы, там, лучше, программирование, практики. То есть, чем больше вы будете унифицировать там, свои тестовые методы, классы, тем легче будут поддерживать. Давайте еще два вопроса, и мы заканчиваем. Девушка. А есть у меня задача объединять UI и запуск backend скрипт. Возможно ли это работать? Да, все возможно. То есть, у нас есть проект на Java, мы используем, даже там, сборщик проектор, мало ли так называемый, мы говорим, что на этом проекте мы используем какую-то утилиту, которая будет работать с backend, будет работать, серийный будет с UI, и мы пишем тест. В первой строчке запускаем наш UI, потом делаем там запрос в базовую, куда вам надо, или на backend, изменяем какое-то состояние сервера и получаем ответ. И дальше продолжаем работать с провозом. Ну, провозируешь интерактивную, и все время проверяется. то есть, сам скрипт можно запустить, который лежит на backend? Да, можно запустить, конечно. То есть, смотрите, когда, вот тестирование, обеспечение качества, как я говорил, это задача всего проекта, вы можете подойти и сказать программисту, вот мне надо запустить этот скрипт, там, я использую там идею, джангу, со своего, откуда я пишу, как мне это сделать, он опускает, да, сделай то-то. Вы получите знания, сможете его впихнуть, этот скрипт, виртест, и запустить его оттуда. Ну, есть задача, пробуем ее решать. Да, последний. Как вам удалось перейти из ручного тестирования в аппарат, это было, вы включали это в нерабочем времени, либо ваша компания предоставила возможность часть времени проводить на обучение, или так? А, что у вас? Вот допустим, у меня в компании есть возможность заканчивать с капиталом, которые занимаются решением, тестированием, начал изучать аппарат. Насколько возможно совмещать? Все, все возможно. То есть, на всех проектах у меня было как-то связано более или менее с программированием. То есть, я пробовал одно, пробовал второе, но там, не за доставкой времени или чего-то не получается. Потом, я посмотрел парочку видеокурсов по силеню, про автоматизированное тестирование. Потом у меня на фирме тоже были там курсы, компания предложила, то есть, сказали, с сегодняшнего дня у нас нет ручных тестировщиков, мы все становимся авторитизаторами. Надо, например, спринт, надо написать спринт, ну, скажем, за две недели, надо написать там три теста каждого. Начали все так писать. Ну, писал, писал, потом я попал на пейнч, на пейнч, это когда заканчивается проект, ну, меня все задолбало, и я пошел полностью пришел на авторитизацию. Аплодисменты давайте, ну, девушки, за внимательность дадим, мои кружечки. Девушка, это вам. Девушка, это вам. Девушка, вы палец на дет fired. За сюда. Вставай. Вставай. Спасибо.